Вы слушаете канал жаж.клаб. Древняя Греция. Боги, культура, люди. Печальная судьба детей Кассандра по версии Плутарха. Старший сын Кассандра и Фессалоники, Филипп IV Македонский, вступивший на престол после смерти отца в 297 году до н.э., пробыл у власти всего 4 месяца, потому что умер от приступа гнева в небольшом греческом городке Иллотеев-Факиде, которая, после того, как в Третьей Священной войне Филипп II Македонский завоевал Грецию, несколько раз переходила во власть Македонии. После смерти Филиппа IV власть взяли в свои руки младшие сыновья Кассандра, Антипатр II и Александр V. Дети Кассандра Фессалоника очень любила сыновей, и после смерти мужа имела на них большое влияние. Когда умер старший сын Филипп, мать стала все больше привязываться к младшему, Александру. Антипатр очень ревновал, и однажды, в 295 году до н.э., он убил Фессалонику и отсранил от власти Александра. Тот обратился к влиятельным королям соседних держав, прося их помочь ему вернуть престол. Союзники победили Антипатра, но Александр решил больше не рисковать и убил брата. Есть много версий историков о том, как развивались события дальше. По одной из них, Александр решил избавиться и от своих союзников, после того, как убил Антипатра. Он пригласил их на обед со своими друзьями, на котором был без телохранителей, но союзники заподозрили неладное и сами убили и Александра, и его друзей. Автором этой версии являлся древнегреческий философ Плутарх. Плутарх Плутарх родился в 46 году н.э. и был не только философом, но и священником, писателем и биографом. Он жил при римлянах, занимал у них административные должности и даже имел римское гражданство. В молодости, учась в Афинах, он был сильно впечатлен философией Платона, на чем был основан его известнейший труд – моралия. Свой греко-римский классицизм Плутарх вложил в «Параллельные жизнеописания», собрав в этой работе биографии всех самых известных персонажей. Плутарх происходил из достаточно богатой семьи, с большим вниманием занимался воспитанием и образованием своих детей и очень уважал своего брата Ламприю и прадеда Никарка. Он родился в Херонии, но после учебы остался жить в Афинах в 60 году, изучал философию, математику и риторику Платона и был в дружеских отношениях со своим учителем Амонием. В 66 году, путешествуя по Греции, Плутарх встретил римского императора Нерона, которого очень уважал за то, что тот освободил Грецию от налогов. Плутарх, будучи уже гражданина. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.